Эти кадры мы делали в июле этого года, в день старта в республиканской столице акции «Стоп Амброзия». Один из пунктов приёма этого сорного растения развернулся прямо на Первомайском мини-Арбате. Сотрудники мэрии Черкеска зазывали жителей города поучаствовать в акции. Некоторые узнали о ней раньше и пришли, так сказать, не с пустыми руками. Руслан Хамитов первый день сдал несколько пакетов со стеблями этого вредоносного растения. 2100 корешков, получается, обмажаем на 30 пекетов, 630 рублей. Руслан участвует в акции уже не один год. В сборе амброзии ему помогает мама. В прошлом году мальчишка заработал около 10 тысяч рублей. Ещё столько же получил за свой труд в качестве премии от мэрии Черкеска. В этом году ему удалось побить свой рекорд, а также обойти остальных участников акции. И вот спустя пару месяцев Руслана, а также других активистов, вновь пригласили для торжественного награждения в администрацию города. 170 тысяч 900 корешков. Я сам не знаю, что у меня есть первый год. Профессионал, молодец, возглавляемый. Грамотно. И здесь небольшое вознаграждение. Вы делаете очень большую трудоёмкую работу. Вот скажи, насколько она нужна, важна для людей, которые страдают аллергией? Ну, помогаем городу. Очищаем город от амброзии, от вредного корешка, чтобы люди не болели. Руслан и также ещё пятеро участников акции, которые собрали наибольшее количество амброзии в городе, мы получили почётные грамоты за свой труд и премию мэра города Черкеска в размере 10 тысяч рублей. Где-то в день мы собирали по 10-11 тысяч корешков и зарабатывали по 3 тысяч. Это за день? Да. Мы уже четвёртый год собираем. И в этом году тоже хотели помочь людям. Ну, вообще, мы проходили мимо, и там была мини-рекламка, и мы подумали, оу, амброзия. Решили просто, ну, посмотреть, как это, попробовали, вроде бы понравилось, и дальше пошло. Тяжело было, и сколько вообще собрали? Ну, 60 тысяч корешков собрали. Тяжело, тяжело считать. Вообще, очень трудно и очень долго. А почему? Ну, собираешь там по 5 тысяч, по 7, а потом садишься и считаешь, да, и потом завязываешь и сдаёшь. А на сколько заработали и за сколько дней заработали денежки? За 10 дней 18 тысяч, а потом поделили. А на 2, да. Куда потратили, если не секрет? Я просто куда угодно, я не коплю деньги. А я коплю. Привезли, сдали, то есть и городу помогли, и, между прочим, очень многим аллергикам пособирали. А знаете вообще, что такое аллергия? Может, у тебя сблизки? Конечно, у меня у самой аллергия, поэтому я довольно-таки хорошо знаю, что это. В основном, конечно, с утра собирались, чтобы уже, ну как, с утра пока соберёшься, ну, часиком к 10 начинали. И, в принципе, вот как принимали до 3 часов, вот до 3 часов мы заканчивали это, естественно, и к 3 часам уже подъезжали и сдавали. Юлия Подпружникова собирала амброзию вместе с дочкой. Ей это растение приносит массу неприятностей, как и остальным аллергикам. Тем самым активисты помогли себе и другим вздохнуть полной грудью. Сбор проходил в то время, когда амброзия ещё не цвела, ведь именно в период цветения пыльца становится причиной полиноза. Акция «Стоп амброзия» проводится в республиканской столице уже пятый год подряд и набирает обороты. За это лето удалось собрать в два раза больше стеблей этого вредоносного растения, чем за аналогичный период 2018-го. Хотелось бы вам сказать огромное спасибо. Вот эти грамоты не только за участие в «Стоп амброзии», они имеют более глубокий смысл. Можно было дополнить за активность, активную позицию жителей города Черкеска, потому что вы не остаётесь в стороне от такой проблемы, как аллергия. Наша, как так сказать, дорожная карта всенародной акции «Стоп амброзия» в этом году была продлена ещё на пять лет. За предыдущие годы мы показали очень хороший результат. Мы брали пример, взяли эту акцию в городе Пятигорске. Ну, так сказать, у нас очень прогрессивный результат из года в год, и мы обгоняем, я так думаю, по этой акции многих. Учитывая высокую вредоносность и способность к быстрому распространению амброзии, ежегодно сотрудники муниципальных предприятий выходят на борьбу с ней. Гербициды позволяют полностью уничтожить это растение. Но распылять химические средства можно лишь вдалеке от жилых домов. Обрабатываются лишь окраины города. Поэтому амброзию в Черкесске преимущественно собирают ручным способом. Ватьма Куршева, Миха Каракелян. Итоги недели.